Приветствую всех, с вами комментатор Олег Саламаха И сегодня мы с вами посмотрим, как закончилась 10-я партия в матче на первенство мира Где играют норвежский чемпион мира Магнус Карлсон, а противостоит ему российский претендент Сергей Корякин Играют они в Нью-Йорке Матч проходит с 11 по 30 ноября Ну что ж, после выходного дня белые фигуры принадлежали Магнусу Карлсону И все, конечно, в мире ждали, что будет бескомпромиссная схватка Поскольку Магнус Карлсон оказался в непривычной для себя роли догоняющего Он отставал, счет, значит, у нас перед 10-й партией был 5-4 в пользу Сергея Корякина И Магнус Карлсон первым своим ходом пошел королевской пешкой Е2, Е4 Сергей Корякин ответил Е5 Последовало конь Ф3, конь С6, слон Б5 Конь Ф6, ну и здесь я думаю, что все опять ожидали какого-то берлинского эншпиля, но нет Магнус Карлсон сыграл Д3 Это у нас, на самом деле, берлинская защита, но побочные варианты То есть слон С5, С3, рокировка И здесь Магнус Карлсон сыграл слон Ж5 Создавая неприятную связку, коня на поле Ф6 Сергей Корякин заставляет слона определиться А6, слон А4, ну и терпеть такую связку довольно-таки тяжело После Ж5 там действительно короля так раскрывать очень опасно И здесь слон Е7 Слон Е7, то есть черные самое главное решают свою задачу Они разменивают слонов следующим ходом, ходом конь Х5 После рокировка Д6, конь Д2, конь Х5 Вот именно этот самый ход и следует И здесь после хода слон Бьет Е7 на 10-м ходу у нас последовала как раз новинка На самом деле, вот здесь вот уже на 10-м ходу в испанской партии Таких партий не было после слон Бьет Е7 Ранее единственная партия, сыгранная на эту тему, была Где белые отходили слон Ж3 Так играл Федорчук против Де Лорне в Париже в 2011 году И после конь Ж3, АЖ, Ф5 Вот таким образом черные вскрывали игру После Д4 начиналась у нас такая заварушка в центре Но после ФЕ, конь Бьет Е4 Д5, вот такой контрудар наносят черные После слон Бьет С6, БЦ Конь Д2, так как конь подвисал ЕД, конь Бьет Д4 Ну и здесь мы видим, что черные получили хорошую игру И в итоге они победили То есть вот это вот единственная была партия предшественницы Но в партии была сыграна слон Бьет Е7 Последовала ферзь Бьет Е7 Конь С4 И на самом деле, в моей базе адванс партий То есть на которых, как раз на основании которых создается дебютная книга Есть только лишь одна партия на эту тему И здесь черные ходили конь Ф4 Карякин точно так же и сыграл конь Ф4 Магнус быстро ответил конь Е3 И здесь Сергей Карякин сыграл ферзь Ф6 Этот ход не первая линия компьютера И здесь после этого хода Магнус Карлсон погрузился в длительные раздумья То есть если до этого он играл быстро То после этого хода стало понятно Что этот ход они, может быть, готовили вскользь Ну или, ну конечно я не могу сказать, что они вовсе его не готовили Но скорее всего готовили, смотрели именно так вскользь Основной вариант они, конечно же, считали за черных принципиальный Ф5 И давайте рассмотрим этот момент Итак, здесь вместо хода ферзь Ф6 Который избрал Сергей Карякин Принципиального, значит, внимания заслуживает ход Ф5 После ЕФ, значит, слон бьет Ф5 То есть казалось бы, что это нелогично Поскольку черные отдают белопольного слона Но после конь бьет Ф5, ладья бьет Ф5 Создается неприятная угроза взвоения ладей И какой-то конь Х3, вот такой вот неприятельский отпрыг Здесь начинается атака на белого короля И вариант такой Ж3, конь Х3 шах Король Ж2, ну и теперь конем отступать как-то не очень хорошо И здесь вот на самом деле компьютер показывает просто Ход, который человеку просто, ну ни за что в голову не придет Здесь он показывает ход ферзь Д7 Вот с такой вот идеей рентгена То есть понятно, что теперь королем брать плохо Из-за хода ладья бьет Ф3 И потом ладья АФ8 В принципе, белые там сразу ничего не проигрывают Но позиция их явно неприятная Ну мы видим, что ферзь вот так добровольно встает под связку Коня на поле С6 Ну и здесь анализ показывает, что белым лучше всего свернуть игру То есть ходом конь Ж1 Вот таким образом они прогоняют коня Здесь черные, конечно, могут и кокетничать То есть отступать конем на поле Ж5 Ну а после конь бьет Ж1 Король бьет Ж1 и ладья АФ8 В общем, получается вот такая вот позиция Как мне кажется, она абсолютно безопасная для черных То есть здесь конь против слона Но фигуры у черных здесь очень хорошие Они действуют по полуоткрытой линии Ф Создают какое-то давление на белого короля Но всего этого не было сыграно в партии То есть после длительных размышлений Карлсон сыграл Ж3 И давайте вернемся к этому моменту Итак, после хода Ж3 Ход, который избрал Магнус Карлсон Здесь он этот ход очень долго считал Более 25 минут Длились его раздумья Корякин ответил конь h3 шах И здесь Магнус Карлсон отошел король h1 Итак, после короля h1 Сергей Корякин сыграл конь e7 Понятное дело, что нужно уводить коня Из-под удара слона на поле b5 Слон c4 И здесь произошло нечто невероятное Здесь Сергей наверняка рассматривал интересное продолжение Которое мы с вами посмотрим сейчас в анализе Но здесь он продумал 31 минуту То есть над одним ходом Сергей Корякин продумал 31 минуту И сыграл c6 Ну давайте, соответственно, посмотрим Над чем же здесь Сергей Корякин мог думать Здесь компьютер показывает вот такой вот интересный ход, как b5 Идея в том, чтобы развить ладью с поля a8 Ну теперь, если слон b3, то можно и a5 накатить Ну, слон бьет b5, ладья b8 Слон c4, ладья бьет b2 И вот здесь как раз подвисает пешка на поле f2 Мы видим, атакована она ладьей и конем с поля h3 И здесь после короля g2 h5 И вот я показал стрелочками, в чем идея черных То есть они ведут слона на поле g4 Все дело в том, что теперь не получается поймать вот эту самую ладью Например, если сыграть слон b3 Казалось, что ладья здесь скоро вот-вот потеряется Но после хода слон g4 выясняется, что здесь Ввиду угрозы конь g5 Здесь у белых могут быть серьезные проблемы То есть черные здесь, конечно, развивают нешуточную атаку Но b5 не было сыграно Было сыграно c6 И давайте вернемся к этому моменту Итак, после того, как Сергей Корякин продумал 31 минуту Он сыграл c6 Магнус Карлсон тут же ответил слон b3 И здесь Сергей Корякин снова погрузился в достаточно глубокие размышления Но опять же, о чем он здесь мог думать Здесь он сыграл конь g6 То есть видно было, что Сергей Корякин как-то находится не в своей тарелке Что-то ему здесь явно не нравилось Но давайте посмотрим также с вами анализ Здесь сильнейшим продолжением за черных был вот такой вот интересный ход d5 И на самом деле выясняется, что пешку эту брать нельзя Итак, здесь у Сергея Корякина вместо хода конь g6 Который он в итоге избрал Был вот такой интересный ход как d5 И теперь если ed, cd и слон бьет d5 Казалось бы, что белые принимают жертву пешки Но после конь бьет d5, конь бьет d5 и точного хода ферзь d6 Здесь вот идея в том, чтобы навалиться на пешку на поле d3 Ну и коня вообще уводить плохо из-за хода ферзь c6 Тут конь начинает на связке у белых страдать Ферзь b3, слон e6 Понятное дело, что c4 ход вынужденный Ну и теперь защищаем пешку на поле b7 И здесь вот я показал стрелочками, что за пешку здесь у черных великолепная игра Они ставят ладью на поле d8 Развивают серьезнейшее давление на коня на поле d5 Но после того, как он уйдет, потеряется пешка на поле d3 Здесь черные обладали полноценной контр-игрой Ну было сыграно конь g6 Давайте вернемся к этому моменту И, соответственно, посмотрим, как развивалась эта интересная партия Итак, последовав партии конь g6 Сергей Корякин пока явно играет либо на атаку на короля Либо пытается предотвратить ход f4 Который планирует сделать здесь белый постепенно Ферзь e2 сыграл Манус Карлсон a5, a4, слон e6 И здесь наступил первый критический момент Здесь Манус Карлсон довольно-таки быстро ответил слон бьет e6 Но, как оказалось, этот ход довольно-таки неточный И упускает достаточно серьезный, можно сказать, перевес То есть позиция пока здесь, конечно, остается в пределах равенства Но белые фигуры расположены довольно-таки гибко А конь пока на поле h3 непонятно что делает Ну и здесь давайте не будем переключать цвет доски Здесь заслужил внимание ход конь d2 После слон бьет b3, конь бьет b3 Позиция здесь довольно-таки гибкая Как я уже сказал, у белых есть идея провести d4, f4 в какой-то редакции Ну и слон c2, самое заслуживающее внимание Здесь наверняка бы сыграли черный d5 После d4 получается вот такая вот схватка в центре Но которая заканчивается вот такой вот позицией И здесь же опять напряжение в центре И белые могут его поддерживать Тем более, что у Сергея Карякина здесь ощущалась нехватка времени Но после слон бьет e6, ошибочного, было сыграно fe И неожиданно выяснилось, что черные здесь в вариантах делают ничью вечным шахом Либо вообще играют на победу То есть мы видим, что атакован конь, отступать ему особо некуда Конь d2, и здесь Сергей Карякин всех удивил И сыграл d5 Ну, этот ход, объясните чем-либо иным, нежели амбициями Сергея Карякина Который, может быть, хотел победить Он, может быть, считал свою позицию лучше Особо объяснить ничем нельзя Поскольку здесь была очень хорошая альтернатива И давайте мы сейчас как раз с вами это разберем Это был один из самых главных критических моментов в партии Итак, вместо хода конь d2 Приглядимся к пешке на поле f2 Здесь черные могли сыграть конь бьет f2 шах И вот здесь, мне кажется, что Магнус Карлсон наверняка не пошел бы на ничью вечным шахом Который получается после короля g2 и точного хода коня h4 Вот такой вот жертвой коня Понятное дело, что брать ее плохо Ввиду хода fg6 шах Ну и здесь, как мы видим, позиция уже очень печальная у белых То есть им приходится закрываться конем Ну и здесь можно просто взять И атака здесь, как мы видим, у черных решает Тут и конь e3 угрожает и много чего еще Поэтому понятное дело, что после хода конь h4 шах Пришлось бы играть король g1 И здесь получается вот такая вот ничья вечным шахом То есть конь h3 шах, король h1, конь f2 шах Король g1, конь h3 шах и так далее То есть вот такая вот ничья вечным шахом получалась Но после конь бьет f2 шах, наверняка здесь магнус сыграл бы король g1 Поскольку ничья его не устраивала Но это игра с огнем То есть после коня h3 шах, король g2 того же удара Вернее, не того же удара, а удара коня f4 шах То есть вот такой вот вилки на короля и на ферзя Приходится забирать Здесь, опять же, это самая вилка Приходится отдавать качество После влади бьет f4, ef, конь c2, e5 Вот такая вот позиция получалась Ну и здесь, мне кажется, наверняка Сергей Корякин ее видел И на нее не пошел Поскольку здесь два коня у белых за ладью Ну и возможность осуществления какой-то блокады То есть белые ему здесь могут отбиться Коня поставят на блокадное поле f3 И здесь черные нигде не прорвутся Поэтому Сергей Корякин сыграл d5 И давайте посмотрим, как продолжалась партия Итак, после d5 Магнус Карлсон быстро сыграл ферзь h3 Вернее, ферзь h5 Снова оставляя пешку на поле f2 Под боем Ну и здесь, видимо, Магнус Карлсон уже почувствовал Что Сергей Корякин не будет забирать эту пешку А сыграет конь g4 с идеей конь f3 И забегая вперед, скажу, что так это и произошло Но здесь, опять же, в принципе, ничью делал вот такой вот интересный вариант Давайте мы сейчас с вами как раз посмотрим в анализе Это опять еще одна критическая позиция То есть вообще в этой партии возникало очень много критических позиций И позиция, вернее, партия очень интересная И забивают вот такими вот тактическими решениями И давайте перенесемся с вами в анализ Итак, здесь Магнус Карлсон, как мне кажется, недосчитал ход конь bf2 Шах И теперь выясняется, что на король g2 У черных есть очень тонкий Но им нужно поднять этот ход То есть мы видим, что связка Угрожает ферзь e2, например И здесь такой вот тончайший ход ферзь f7 Угрожает конь f4 Как мы видим, ферзь на поле h5 не защищен Коня пока брать, как мы видим, белые не могут Ну а после ферзь e2 Здесь черные как раз объявляют вечный шах той же самой жертвой коня Только уже в другой редакции Конь h4 шах И здесь уже белые не могут уклониться Поскольку gh опять после ферзи g6 ведет практически к проигранной позиции Поэтому пришлось бы играть, соответственно, не gh, как я уже сказал, ферзь g6 А пришлось бы играть король g1 Ну и после, соответственно, конь h3 шах, король h1 И конь f2, опять же, партия бы у нас закончилась в ничью вечным шахом Все это, всего этого не было сыграно в партии Сергей Карякин сыграл конь g5 После этого его фигуры Марнус Карлсон начал теснить Ну и получился довольно-таки неприятный эндшпиль И давайте вернемся к этому моменту Итак, здесь после хода ферзь h5 последовал ход конь g5 То есть Сергей Карякин уводит коня из-под боя Марнус Карлсон сыграл h4 Ну и здесь, конечно, не остается ничего иного Не уводить же коня куда-то там на поле h7 Нужно здесь играть, конечно, конь f3 Но после этого позиция белых представляется поприятнее За счет того, что у черных, во-первых, пешки слабые, сдвоенные Ну а во-вторых, это те самые позиции получаются В которых Марнус Карлсон чувствует себя как рыба в воде Здесь он является сильнейшим в мире И мне кажется, вот Сергей Карякин, конечно, очень зря допустил вот эту всю позицию Итак, после хода конь f3 последовал Конь бьет f3 Ферзь бьет f3 Ферзь бьет f3 Значит, ладья бьет f3 Король g2 Ладья f7 Здесь Марнус Карлсон сыграл ладья fe1 И Сергей Карякин сыграл h5 Ну, как можно оценить эту позицию? Движок показывает, что эта позиция немножечко в пользу белых Поскольку у черных, как мы видим, вот эти вот пешечки довольно-таки слабые на линии e А белые как раз хотят увести коня, например, на поле f1 И после чего начать окучивать эти слабости Но игры на самом деле еще много После ходов конь f1 Король f8 Карякин тащит короля в центр Магнус Карлсон сыграл конь d2 И Сергей Карякин сыграл король e7 Итак, здесь белый усиливает давление Играют ладья e2 С идеей как-то, ну, сдвоиться и давить на эти слабые пешки Король d6 Конь f3 Конь идет на поле g5 Ладья f8 Конь g5 Ладья e7 Ладья e1 Ладья e8 Ну и Сергей Карякин вот так вот уперся И получил вот такую вот стойку И на самом деле ее пробить достаточно сложно Магнус Карлсон здесь сыграл конь f3 Ну и Сергей Карякин здесь поднял очень сильное решение Он сыграл здесь конь h8 Не каждый, конечно, будет убирать коня вот так вот в угол из центра Но идея очень хорошая То есть конь идет на поле f7 А пешка идет на поле g6 После d4 Еd Конь бьет d4 Мы, во-первых, видим, что черные избавились от сдвоенной своей слабой пешки g6 Ладья e3 С идеей ладья f3 залезть на f6 Конь f7 e5 шах Ну единственная возможность игры на победу Король d7 Иначе просто коня черные на поле e5 ввели И после ладья f3 здесь Сергей Карякин допустил неточность Он здесь сыграл конь h6 Ну здесь вот показывает анализ, что здесь уравнивает ход c5 То есть не будем уж переключать цвет доски После конь b3 просто играем b6 Ну и на ладья f6 просто стоим ходом ладья g8 Здесь белым довольно-таки тяжело усиливать позицию Хотя повторюсь, что позиция их остается с таким небольшим, но стойким перевесом Но черные здесь держались А вот после хода коня h6, который Сергей Карякин сыграл очень быстро Это был 38-й ход, хотя на самом деле у него оставалось еще 10 минут Положение после ладья f6, ладья g7 И здесь Магнус Карлсон нанес удар на ферзьевом фланге b4 И после аb соперники прошли, значит, контрольный, соответственно, 40-й ход Аb, cb И вот эту позицию уже можно оценить как строго, скажем так, с преимуществом у белых То есть черные здесь должны пытаться в муках сделать ничью А у белых очень простая идея Они играют конь b3, ставят коня на поле c5, например И потом в удобный момент подрывают все это дело ходами a5 и a6 И черным здесь достаточно тяжело все это держать Ну и, соответственно, пришло время российскому претенденту продемонстрировать свое искусство защиты Итак, после прохождения контроля последовало конь g8 Сергей Карякин прогоняет ладью с поля f6 Ладья f3 А план белых заключается в следующем Они ставят пешку на поле a5 Коня через поле b3 переводят на поле c5 Ну и черному кролю здесь очень тяжело Потому что впоследствии ладью они ставят на поле b1 И прорываются ходом b5 И черным очень тяжело держать все свои слабости Итак, конь h6 Карякин ведет коня на поле f5 a5 Конь f5 Конечно же, после размена коней будет стоять битая ничья Поэтому Марлус Карлсон сохраняет коней И проводит в жизнь свой план То есть конь идет на поле c5 Здесь Сергей Карякин предпринял очень сильное и отчаянное решение Он переводит короля на поле a7 То есть король c7 Конь c5 Теперь здесь нельзя ни в коем случае играть b6 Поскольку белые, конечно, не будут меняться В этом случае король где-то может на поле c4 пройти Но здесь у них вот есть очень сильный ход конь a4 Я уж давайте не буду переключать цвет доски Быстренько так вам показал Ну и здесь на самом деле после взяли-взяли И не успевают на самом деле напасть на эту пешку То есть если напасть на пешку, то просто конь c5 Ну и ввиду угрозы вилки Следующим ходом белые просто поддерживают эту самую пешку проходную Второй ладьей залезают на линию b Ну и здесь белые просто-напросто побеждают Поэтому после конь c5 последовал король b8 Ладья b1 с угрозой b5 Король a7 И здесь Магнус Карлсон сыграл ладья d3 Не пуская коня на поле d4 И здесь перед Сергеем Карякиным встал Можно сказать очень сложный выбор То есть позиция его близка к проигранной Защищать ее очень тяжело Ну и соответственно Сергей Карякин сделал ход Ладья c7 То есть Сергей Карякин как раз заранее Ставит одну ладью на поле c7 Другую он явно будет ставить на поле e7 Чтобы держать слабость на поле b7 Ну а конь скорее всего направляется по маршруту Конь h6, конь f7 и конь d8 Чтобы держать слабости на поле e6 И слабость на поле b7 Вот такая вот защитная стойка И после этого пришла пора задуматься Магнусу Карлсону Как пробивать защиту черных Итак, здесь Магнус задумавшись более чем на 15 минут Сыграл ладья a3 Сергей Карякин ответил конь d4 Не допуская прорыва b5 Ладья d1, конь f5 Король h3 Ну и Магнус Карлсон пытается провести f3 g4 Сергей Карякин отошел Конь h6, f3 И Сергей Карякин препятствует ходу g4 Ладья f7 Ну теперь нельзя играть Значит g4 Ввиду вот такого вот удара Ладья бьет f3 Ладья бьет f3 И на вилке, как мы видим Здесь черные просто Отыгрывают материал Ну и потом коня ведут на f5 И стоят великолепно Здесь у них никаких проблем нет Ну а после хода Значит f3 Ладья f7 Последовала ладья d4 То есть Магнус Карлсон все-таки пытается провести g4 Конь f5 последовала Соперники пока топчутся Ладья d2 И здесь Сергей Карякин допустил серьезную неточность Здесь он сыграл ладья h7 И выяснилось, что вся оборонительная конструкция черных Здесь она немножечко нарушается Давайте сейчас в вариантах посмотрим Это был, можно сказать Еще один критический момент И здесь еще черные могли Успешно сопротивляться Итак, здесь вместо хода ладья h7 Ну понятно, что Сергей Карякин препятствует g4 Но Сергею надо было понять, что Это продвижение, оно нисколько не опасно для черных Здесь был очень сильный ход ладья g8 Оставляющий пешку e6 Во-первых, под ударом Но выясняется, что после конь бьет e6 Ладья e7 Конь f4 Ладья бьет e5 Пешка e падает Ну и черные здесь ладья обретают полную гармонию Ну а после, например, ладья g8 g4 Просто играем конь h6 Ничего не боимся Опять уже угрожает ладья бьет f3 После gh gh a6 b6 Конь бьет e6 Конь f5 Здесь, несмотря на то, что Мы видим, что черные потеряли пешку Угрожает ладья g3 Ну и после, например, ладья c2 Нападая на пешку на поле c6 Просто играем ладья c8 Защищаемся Ну и здесь, опять же, следующим ходом ладья e7 Хотим отыграть пешку В общем, здесь, опять же, у черных за счет динамики все было хорошо Ну и Сергей Карякин сыграл ладья h7 После этого его позиция начала ухудшаться И давайте вернемся к этому моменту Итак, здесь последовал неточный ход ладья fh7 Магнус Карлсон сыграл ладья b3 Угрожая уже где-то b5 Ладья ee7 Очень важно черным стоять вот именно так ладьями Но теперь нарушается взаимодействие Здесь Магнус Карлсон сыграл очень точно, сильно ладья dd3 То есть, опять же, давайте не будем переключать цвет доски Выясняется, что b5 сразу не очень хорошо После cb ладья бьет b5 Конь e3 есть у черных защитительный ресурс И конь идет на поле c4 Например, ладья b2 Просто играем ладья f7 Нападаем на пешку Ну и теперь ее защищать особо нечем А если на f4, то просто конь c4 И здесь позиция запирается И на самом деле здесь белым очень тяжело пробиться Было же сыграно ладья dd3 То есть, Магнус Карлсон препятствует ходу конь e3 Ладья h8 Единственный ход нашел Сергей Карякин Нужно сделать так, чтобы ладья перешла на поле c8 И на поле c7 И здесь Магнус Карлсон сыграл очень тонко Ладья b1, передавая очередь хода сопернику И давая сопернику возможность ошибиться Все дело в том, что теперь ладья h7 проигрывает из-за хода b5 И черный не в состоянии наладить оборону И, к сожалению, российских болельщиков Сергей Карякин сделал именно этот ход Ладья h h7 Он подумал, что здесь он вправе стоять Но на самом деле этот ход проигрывает Проигрывает форсировано И это, конечно, очень печально Но, опять же, не будем переключать цвет доски Конь h6 здесь еще позволяла как-то держаться Довольно-таки так То есть, непонятно, что делать белым Теперь прорыв не проходит А после ладья c3 Опять же, конь f5 Ну и черные просто стоят Белым непонятно, как усиливать позицию Здесь, конечно, нужен глубокий анализ Чтобы понять, могли ли здесь белые усилить позицию или нет А после ладья h7 последовало b5 cb Ладья бьет b5 Ну и вот здесь выясняется самое главное печальное обстоятельство Конь на поле d4 не идет Ладья на поле d3 держит это поле Ладья заходит на поле b6 И атакует пешку на поле e6 С падением этой пешки Вся конструкция защитительная черных рушится Ну и, соответственно, Сергей Корякин здесь начал Сукрушенно качать головой Но уже, как говорится, ничего не попишешь Было время, конечно, у Сергея Корякина Подумать и найти ход коня h6 Но он этого не сделал И после ладья бьет b5 Последовало d4 Сергей Корякин пытается отчаянно обрести контур игру Ладья b6, белые добираются до пешки на поле e6 Ладья c7 Конь бьет e6 Ладья c3 Но Сергей Корякин бросается в отчаянную контратаку Но позиция, можно сказать, уже не лечится Итак, здесь Магнус сыграл конь f4 Нападает на пешку на поле g6 Сергей Корякин избирает относительно лучший шанс Ладья hc7 Позиция его остается проигранной Ну, какие-то случайные шансы И здесь Магнус Карлсон сыграл конь d5 В стремлении выиграть попроще Он усложнил себе задачу Ну, соответственно, давайте посмотрим анализ Позиция действительно очень сложная Опять же, здесь варианты довольно-таки короткие То есть не буду я вас утомлять Не будем переключать цвет доски Здесь, если, например, сыграть g4 То после конь e3 неожиданно выясняется Что вообще выиграть очень тяжело Если, например, ладья бьет d4 То конь бьет g4 Здесь пешка на поле f3 зависает Пешка на поле e5 падает Ну и здесь черные добиваются ничьей Если же сыграть ладья бьет g6 Это самое сильнейшее продолжение То вот здесь Магнусу Карлсону Явно не нравилось то, что черные ладья Обретают активность Они играют ладья c1 После конь бьет h5 Ладья c3 Ну и после, например, конь f4 Конь e3 И вот такая вот могла возникнуть позиция Здесь как-то белые ладьи Обретают довольно-таки серьезную активность Угрожает, например, ладья h1 Уже какой-то мат в один ход Ну и понятное дело, что когда у вас Уже не хватает времени А дело уже, как говорится У нас соперники прошли второй контроль То есть после 60-го хода Конечно, хочется сыграть попроще Магнус Карлсон сыграл конь d5 Но этот ход упускает Большую часть преимущества То есть после хода ладья бьет d3 Конь бьет c7 Здесь Сергей Карлсон нашел очень сильный ход Король b8 Теперь, если, например, сыграть конь d5 То после конь e3 Тут вообще можно довольно-таки запутаться То есть понятное дело, что анализ показывает Что вроде здесь у белых даже выиграно Но после de вот эта пешка очень страшная Опять же повторюсь, что нехватка времени Здесь, конечно, заставляла игроков Нервничать и допускать ошибки Ну а после хода король b8 Конь b5 угрожает a6 Поэтому ход король c8 строго говоря единственный И здесь на самом деле Движки, конечно, показывают Что у белых здесь сохраняется перевес Но все довольно-таки неясно стало Тем более, что оба игрока приблизились к цейтноту И, соответственно, у них уже на часах Перестало добавляться время И, соответственно, уже 64-й ход Оба игрока устали Начали допускать ошибки Ну и вот после хода король c8 Пришла пора задуматься Магнусу Карлсону Последовало Ладья бьет g6 Ладья бьет f3 Король g2 Но здесь Магнус Карлсон на самом деле Все посчитал То есть он не захотел связываться Ни с какими ослаждениями И на самом деле Был абсолютно прав чемпион мира То есть после хода ладья b3 Конь d6 шах Абсолютно форсированный вариант Конь бьет d6 шах Ладья бьет d6 Гордость позиций белых Это пешка на поле e5 Ну а пешку h5 белые заберут После чего получат две Связанных проходных пешки Ну и здесь Сергей Карякин сыграл ладья e3 Что Можно так сказать Приближает быстрее Проигрыш партии Ну вот здесь Наиболее упорным был ход Король c7 Давайте мы сейчас его рассмотрим Как раз в анализе Но и там Анализ показывает Что черные Не держались Итак Если бы здесь Сергей Карякин Сыграл король c7 Но наиболее упорное Пешку на e6 Не пускаем Ладья подвисает То ладья бьет d4 Ладья b5 Понятное дело Что черному нужно Отыгрывать пешки И здесь очень важный ход Король f3 То есть король просто Пробирается на поле f4 После ладья бьет e5 Ладья a4 Играем Таким образом Мы защищаем пешку Ну и теперь собственно Что делать Мы хотим просто сыграть А6 После чего добраться До пешки h5 Путем перевода ладьи На поле g5 И если например Черные попытаются Каким-то образом Подвести короля То после короля d7 А6 Ба ладья бьет а6 Король отрезан И после короля e7 Король f4 Ладье нельзя Покидать пятый ряд Ну а после ладья d5 Просто играем ладья g6 И следующим ходом Ладья g5 Белые остаются С двумя Лишними Связанными Проходными пешками Что конечно Обеспечивает им победу В ладейном окончании Было уже сыграно Ладья e3 И давайте вернемся И досмотрим партию До конца Итак После хода Ладья e3 Сразу скажу Что этот ход Проигрывает Намного быстрее Последовало e6 Король c7 Ладья бьет d4 Ладья бьет e6 Ладья d5 Теперь мы видим Что белые нападают На пешку h5 Ладья h6 Ход вынужденный И здесь Магнус Карлсон Сыграл король f3 И это начало конца Потому что король Просто пробирается На поле g5 После чего белые Забирают пешку h Ну и соответственно Черные здесь Абсолютно беспомощны Еще последовало Король b8 Король f4 Король a7 Король g5 Ладья h8 И здесь очень техничный ход Король f6 И Сергей Карякин Признал свое поражение Ну не сразу Король g6 Ввиду ладья g8 шах И черные успевают Забрать пешку На поле g3 А вот именно Техничный ход Король f6 Теперь ладья Вынуждена Ходить Например ладья h7 Ну и теперь После короля g6 Понятное дело Что пешка Теряется В чистом виде Ну и здесь Две связанные проходные Решают исход партии Ну что Это была грандиозная Битва Магнус Карлсон Поддерживает Своё реноме Чемпиона мира Он Сумел сравнять счет Счет у нас Теперь равный 5-5 И посмотрим Теперь Какая будет Стратегия Претендента Либо он будет В следующей партии Белыми играть Строго на победу Либо же он Постарается На ничьих Дойти до Тайбрейка И там попробовать Огорчить Чемпиона мира Мне же не остается Ничего иного Как Включить Нашу знакомую Картинку Где у нас Красуется равный счет После 10 партий Счет у нас Стал 5-5 Для вас Комментировал Олег Саламаха Если видео Вам понравилось То ставьте лайки Подписывайтесь На канал Всем спасибо Всем пока Играйте В шахматы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok